Всем привет! Меня зовут Ольга Вишневая и сейчас я нахожусь в стенах Дворца культуры нефтяник. Совсем скоро здесь состоится открытие долгожданного чемпионата профессиональных навыков WorldSkills Russia. Молодые мастера приехали в Тюмень со всех уголков нашей области. Они сразятся за звание самого лучшего и докажут всем, на что способны. Вперед знакомиться с участниками! Здравствуйте! А вы участник? Нет, я не участник, я эксперт. Вы эксперт в какой компетенции? Я эксперт в компетенции прототипирования. Готовы оценивать участников? Мы всегда готовы, как пионеры. Сколько человек в вашей компетенции заявлено? В нашей компетенции заявлено 32 человека. Это две возрастных категории. 10+, 8 команд и 14+, тоже 8 команд. В каждой команде по 2 человека. А какие задания предстоит выполнить участникам? Им предстоит собрать, спроектировать недостающие детали, которые в том комплекте, который им будет предоставлен. Напечатать их, потом собрать устройство. Ну, это насос объемного действия. Ну, естественно, его испытать и как бы по результатам уже занять определенное место. Привет, ребята! Здравствуйте! Как вас зовут? Откуда вы? Сколько лет? Бучикарев Павел из Тюмени, 14 лет. Гусев Сергей, 16 лет, тоже из Тюмени. Какой компетенции вы заявлены? Прототипирование и моделирование Junior Skills. Как считаете, это сложно будет задание? Ну да. Довольно-таки. А вы выполняли уже в течение обучения такие, которые будут представлены? Да. Да, мы уже участвовали в прошлом году тоже. Да, и что, по вашему мнению, поменялось? Место проведения поменялось. И больше участников стало тут. Да, с каждым годом увеличивается. А в прошлом году вы какие места заняли? Ну, просто как участник был, получается. Ну, в этом году планируете прям 100% попасть на национальный чемпионат, да? Да, да. А где он будет проходить? Я не знаю. А я знаю, он будет проходить в Краснодаре. Как тебя зовут? Меня зовут Висовская Аксения. А в какой компетенции ты заявлена? В дошкольном воспитании. А где ты проходишь обучение сейчас? Я уже работаю, получается, в Мадоо детский сад номер 7. Ты можешь прямо сейчас передать привет, они болеют за тебя? Да, у меня болеют все мои, получается, коллеги. Всем привет. Ты можешь сказать им, чтобы они смотрели прямую трансляцию на мой портал .ру, чтобы они обязательно поддерживали тебя. Как ты думаешь, сложные будут задания в этом году? Ты уже принимала участие? Нет, я первый раз принимаю участие в этом году. А ты знаешь, кто будут эксперты? Ну да, вчера познакомились немножко с ними. Как ты считаешь, какими качествами должен обладать профессионал в компетенции дошкольного воспитания? Наши компетенции должен воспитатель обладать качествами. Это толерантность, гуманность. Самое главное, должен много-много терпения. Хорошо, но я надеюсь, у тебя терпение навалом, поэтому мы ждем тебя как победительницу уже поехать на национальный чемпионат, который будет проходить в Краснодаре. Удачи тебе! Спасибо большое! Здравствуйте, зовут меня Есина Светлана Ивановна, я представляю компетенцию кондитерское дело. Как считаете, очень сложные задания будут участникам? Задания действительно сложные, но думаю, что студенты наши справятся, участники, поэтому мы готовились. А сколько заявлено человек в вашей компетенции? Восемь человек. И какие задания будут выполнять они? Задание первый день у нас выполнения лепка из марципана, две фигуры идентичных должно быть. Второй день приготовления антроме и приготовления трех видов конфет, двухкорпусный и трюфели. И третий день это приготовление мелкоштучных изделий трех видов. А можно знать, что такое антроме? Это торт. О, а можно будет попробовать? Можно. О, тогда мы с радостью придем на вашу компетенцию. Пожалуйста. Мы будем болеть за ваших участников, что бы вы им пожелали сейчас? Я пожелала бы им удачи, не волноваться, собраться силами, мыслями и удачи, удачи, еще раз удачи. И удачи, друзья. Вот у нас еще одна замечательная участница, повернись, докажи, что ты участник, вот участник. В какой компетенции ты представлена, как зовут тебя, сколько лет? Меня зовут Огнева Елена Юрьевна, дошкольное воспитание, мне 20 лет. А, ты видела уже своих конкурентов, скажи честно? Да. Что уже, что ты козни там какие-нибудь строила им, нет? Нет, все очень сильные, все профессионалы своего дела, потому что мы в таком конкурсе участвуем, молодые профессионалы, поэтому будет у нас честная конкуренция. Ну, я очень на это надеюсь. Я вижу у тебя в руках какой-то пакет, скажи, пожалуйста, что это такое, что дали там вам, поделись с нами. Нам дали вот такой замечательный флажочек, также футболка в нем лежала, значок, очень важный значок, наверное, это самое главное, что было в этом пакете. Также у нас был блокнотик, бейджик участника, ручка, чтобы записывать главные мысли и, конечно же, расписание. Расписание заданий, да? Да, да, да. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Поляков Станислав Александрович, директор Тобольского многопрофильного техникума. Мы являемся держателями компетенции в ветеринарии в Тюменской области и по 12 компетенциям участвуем во всех направлениях. А за какую компетенцию вы болеете? Я болею за компетенцию сантехника и отопления. Есть любимчики у вас? Ну, достойные. Ну, вы можете пожелать что-нибудь достойное? Мне хотелось бы всем участникам без исключения пожелать удачи. Эксперты и мастера производственного обучения все достойно вас подготовили. Не волнуйтесь, ребята, все самое хорошее вас ждет впереди. Я желаю вам удачи. Меня зовут Настя, я из Елутаровска. Из Елутаровска. Из какого ты техникума, колледжа? Аграрного техникума. Какой компетенции представлен? Повар-кандидер. Повар-кандидер. Что вы будете сегодня нам, не сегодня, а в дальнейшем нам готовить? Что-то очень вкусное. А вы не знаете сами, да? Нет, знаем. Пока что секрет. А, пока что секрет. Вот такие вот у нас скрытные участники, между прочим. Чего ожидаешь от этого чемпионата? Надеюсь попасть вообще на все российские. Мне это очень нравится. В будущем хочу создать свою жизнь с этой профессией. А где ты хочешь работать в будущем? Мечтаю, конечно, на своем ресторане. Быть шефом. Потому что очень-очень сильно нравится готовить что-то, узнавать новое. Новые рецепты готовить это все. Скажи, а как ты будешь радоваться, если вдруг вот выиграешь? Даже не представляю. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Да! Привет, как тебя зовут? Иван. А сколько тебе лет? Десять. Ты в какой компетенции заявлен? Прототипирование. Ты десять лет уже будешь заниматься прототипированием? Да. Слушай, ну, ты, раз, но ты гений, скажи. Очень скромный гений тут у нас. Наш маленький участник слишком скромный, поэтому вот мы побеседуем с мамой. Скажите, пожалуйста, где молодой человек уже занял призовые места? Ну, в прошлом году, прошлой весной, он занял первое место на конкурсе, который в Тюмени организовывал Сбербанк. И в результате он поехал потом в Москву. В Москве он на конкурсе ученые будущего, тоже в конкурсе 3D-прототипирования, он занял второе место уже. Ты думаешь, выиграешь в этом году на WorldSkills Russia? Да. А на национальный конкурс тоже поедешь? Да. И там выиграешь? Постараюсь. Я эксперт на JuniorSkills площадке, то есть это ребятишки помладше, школьники. Сколько человек у вас в площадке? Около 20 человек. А какого возраста? Так, начиная с 4 класса и до 11. Они показывают высокий уровень обычно? Вы же, наверное, не первый раз уже эксперт. Да, второй раз участвую в роли эксперта и уровень высокий. А в этом году, думаете, будет высший уровень, чем в прошлом? Ну, я думаю, это ожидаемо, потому что Тюменская область развивается в этом направлении, ребята все сильнее и сильнее, больше участвуют. Сейчас мы общаемся с экспертом и участником. Вы тоже эксперт? Болельщик? Да, эксперт. Все эксперты в области сварочных технологий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Подковыркин Игорь Александрович. Скажите, а где пройти обучение можно на такой специальности? Специальности на сварщика, да? Колледжи водно-транспорта. А вы сами там учились? Нет, я учился в другом учреждении. Скажите, пожалуйста, сколько человек заявлено в вашей компетенции? Пять участников. Все из Тюмени? Нет, один из Тобольска получается. Один из Тобольска. Скажите, а вот этот участник, это ваш студент? Наш. Ваш студент, да? Наш студент. Хорошо его обучили, как думаете? Я думаю, что да. А ты сам как думаешь? Да, нормально. По десятибальной шкале на сколько готов? Шесть-семь. Шесть-семь? Вот видите, шесть-семь всего. А вы думаете на сколько? Восемь-девять. Восемь-деять. Ну, это просто скромность, скромность с ним говорит. Какая спецодежда должна быть у сварщика? Ну, штаны получается. Куртка. А вот эта вот штучка? А, да, маска тоже. Ты первый раз участвуешь? Да, первый раз. Планируешь выбраться на национальный чемпионат? Да, конечно. А вот смотри, если ты победишь, как ты будешь радоваться? Покажи нам сейчас. Ну, сейчас не получится. И победитель? Александр? Александр, ну, да, имя учится. Архипов Александр Сергеевич. Вот, и победитель Архипов Александр Сергеевич. У меня не получится, да. Импровизация не ваш конец. Все по стандартам, как принято, да? Ну, хорошо, спасибо большое. Я желаю тебе удачи. Вам терпения, вам внимательности, зоркого глаза, чтобы ни одна вот такая вот зацепочка не ускользнула. А, обязательно. Пришло время подвести итоги. В чемпионате WorldSkills Russia 2017 Тюменской области принимают участие активные, целеустремленные, амбициозные участники и опытные, профессиональные эксперты. Мы с удовольствием будем наблюдать за прохождением конкурсных испытаний, а также желаем участникам успеха и побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова